Завтра в Барнауле впервые в истории города пройдет 17-й международный турнир OpenFC. Бойцы из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Белоруссии выйдут в октагон против российских бойцов. Барнаульский клуб «Тим Стрела» Барнаул и Алтайский край представят 7 спортсменов. О турнире и о развитии Лиги OpenFC поговорим сегодня в студии. У нас в гостях президент Лиги OpenFC Александр Гурьянов и золотой голос ринга российский шоумен-ринкононсер Александр Загорский. Друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Александр Евгеньевич, давайте начнем с вас. Познакомим наших телезрителей с Лигой OpenFC. Что на сегодняшний день эта лига представляет? Лига OpenFC – это молодая организация. И чуть больше года, год назад, после того, как Лигу GFC, в которой я был также президентом, выкупил Хабиб Нурмагомедов, мы приняли решение остаться в этом бизнесе, в этой сфере и создали новую организацию Open Fighting Championship. И провели уже 16 турниров за короткую дистанцию, чуть больше года. И вот практически завтра 17-й международный турнир в Барнауле. И мы рады, скажем, находиться здесь. И очень здорово, классно то, что 7 бойцов, спортсменов из команды «Стрела Тим», которую представляет Шараф Далат Муродов, будут выступать на родной земле. Я думаю, что это будет дополнительной мотивацией их друзьям прийти на этот турнир и поболеть за своих ребят. Вы уже сказали, что Лиги чуть больше года и провели уже 16 международных турниров. У многих просто в голове не укладывается, как за такой срок такие огромные турниры провести. У Лиги OpenFC есть хорошая, слаженная команда, которая, скажем, отвечает каждое за свои направления. И только совместный труд этой команды привел нас к такому результату. Ну и, конечно же, наш генеральный партнер Gorilla Energy, который с первых турниров нас поддерживает, помогает и является якорным нашим партнером. Попадание бойцов в вашу Лигу, что им это дает? Насколько это сейчас престижно и спорт все-таки это профессиональный бизнес? Насколько это прибыльно? Вы знаете, как год назад, когда мы только-только начинали, в нашей организации заявили желание выступать ребята такие, как Шараф Даулат Муродов, Эдуард Вратанян, Сергей Белостенный. На сегодняшний день Шараф подписался во вторую Лигу мира Беллатр. В том числе нам очень приятно, что мы тоже приняли в этом небольшое участие. Также Сергей Белостенный, такой топовый тяжеловес России, он тоже практически перед Новым годом подписался в эту организацию. И для нас это своего рода часть профессионального пути бойца, что мы тоже приняли в этом участие. И ребята, которые будут уже драться за океаном в лучших лигах мира, я думаю, что всегда будут помнить о наших теплых взаимоотношениях и считать, что мы стали частью их большой карьеры. Приятного автология, Арсен Евгеньевич, давайте с вами поговорим. Вы на ринге появились в 2000-х годах на турнире М1, увидев до этого работу Майкла Баффера. Чем он вас тогда впечатлил? Ну, я увидел его примерно за 5 лет до того, как сам оказался в клетке. Первое появление именно в октагоне произошло. Я увидел красивого американца, статного, с великолепным баритоном, поскольку я по профессии профессиональный вокалист. И у меня был опыт ведения концертных программ и телевизионных программ в том числе. И я тогда подумал, что, может быть, у меня это получилось бы, если бы судьба меня привела на такую арену. И судьбе было угодно так со мной обойтись, что где-то лет через 5 в 2000 году, ровно в августе 2000 года, я получил предложение от Вадима Финкельштейна, М1 Global, и вышел на свой первый турнир. Это был сразу же не какой-то мелкий турнир, а был международный турнир во дворце спорта юбилейный на пятитысячной арене. И, в общем, к моему счастью и удивлению, кстати, у меня получилось. Хотя, конечно, теоретически я, смотря турниры всевозможные до этого, понимал, что надо говорить и как говорить, с какой подачей. Но на деле, конечно, было все гораздо тяжелее, потому что очень много было информации, которую организаторы давали мне. Были такие, да, курьезные даже моменты. Можно даже сказать, да? Это был первый турнир, я помню. Два бойца в синем углу Ибрагим Магомедов, в красном Магомед Ибрагимов. Оба похожи как братья. Начинается бой, они сплетаются в клубок. Кто-то кого-то берет на болевой. И мне кажется, что даже главный судья не может понять, кто из них Магомед Ибрагимов, а кто Ибрагим Магомедов. И вот такие вот примерно ситуации были. Но я справился, и вот получается так, что с самого первого турнира я понял, что я попал в десятку. То есть это мое. Я знаю, у вас еще был один интересный момент, когда вы удивили Беларусь, выучив гимн Беларуси за два дня. Ну, поскольку я вокалист, и у меня был опыт исполнения гимна Российской Федерации на обои пирог мартиросиан на других турнирах. И организаторы на турнире по кикбоксингу, зная вот мое прошлое локальное, они сказали, Александр, понятно с российским гимном. Это бились Александр Ситуренко и Дмитрий Шакута. Я помню фамилии. Шакута Беларусь, Ситуренко россиянин, обладатель пояса. И мне сказали, спойте белорусский гимн. Я нашел в интернете, и он оказался удивительно похож на наш гимн. А слова белорусские, белорусский язык, также близок и нашему языку. Я помню, как я в молодости пел песни из рибертуара ансамбля Песняры. И, в общем, я выучил этот гимн, спел и российский, и белорусский гимн. И Шакута Беларусь отобрал пояс у нашего Ситуренко. И он ко мне потом подходит, Александр говорит, вы так проникновенно исполнили наш белорусский гимн. Я даже слов, говорит, не знаю. И это так меня вдохновило, что я стал чемпионом мира. Мне стало, честно говоря, немножко стыдно, потому что я насеянин поспособствовал тому, чтобы из России пояс. Но, поскольку мы братские народы, это простительно, надеюсь. То есть работа вокалистом вам помогла? Очень помогает. И до сих пор помогает, потому что бывает очень напряженный график турниров. И вот конец прошлого года он знаменовался тем, что турниры шли буквально 17 декабря каждый день. 17, 18, 19, 20, с перерывом в один день, 22. И вот мои закаленные связки мне очень помогли в тот тяжелый момент. Александр, для Барнаула это исторический момент, такой турнир в нашем городе. Как проходили переговоры, с чего все началось? От вашего лица можно? Предложение поступило от Шарафа, дал от Муродова провести здесь совместный турнир. Он пригласил своего друга, партнера на переговоры. Мы переговоры проводили в Омске, сели, поговорив, пообщавшись, поняли, что это такие надежные люди, с которыми можно иметь дела. И вот сегодня можно это подтвердить, то, что все обязательства, которые взяла сторона партнеров по проведению этого турнира, они все свои обязательства выполнили в полном объеме. И на самом деле очень, скажем, приятно работать с этой командой. И для барнаульских ребят, конечно, это будет своего рода, может быть, началом карьеры для кого-то перезагрузкой. Вот в суглавном бою будет драться парень Халиков, Хусейн Халиков. Он после своего крайнего поражения принял решение о завершении карьеры. Но тем не менее, когда он отошел от этого боя и пришел в зал, позанимался, потренировался, тренер увидел все. То, что он еще может, может себя показать, проявить. И я думаю, что для него это будет такая своеобразная проверка. В случае победы он продолжит, в случае поражения. Я думаю, что все-таки то решение, которое приняло завершение, оно будет как бы таким основополагающим. Но тем не менее, я, конечно, приехал сюда для того, чтобы посмотреть на ребят на местных. И однозначно мы этих ребят подпишем в нашу организацию. И самые яркие продолжат свою карьеру. И, возможно, кто-то из них даже станет чемпионом в своих и своих категориях. Но, к сожалению, без проблем в нашей жизни никуда. Да, пандемия вмешалась в организацию турнира. Да, поначалу были разрешены 75%. Потом в ходе это количество все уменьшалось. На данный момент это 500 человек, которые там разрешил Роспотребнадзор присутствовать на арене. И мы будем соответствовать этим требованиям. Соответственно, будет там не то количество зрителей. Но, тем не менее, однозначно, ту работу колоссальную, которую мы провели для того, чтобы организовать этот турнир, мы его сделаем. Изначально была информация, что в Борноу приедут спортсмены из Израиля и Бразилии. На сегодня мы их в списке не увидели. Почему так случилось? Что с ними? Ну, главный бой вечера. Александр Маслов, чемпион организации в тяжелом весе. Он должен был драться с бойцом из Израиля. Адам Кериш. Это парень, который все свои четыре боя провел в Белатере. За плечами его, скажем, такие яркие победы, как над бойцами из России с Кириллом Сидельником. У них был бой, он его выиграл. И для Маслова была такая достаточно серьезная проверка, именно бой с Адамом Керишем. Но у Маслова такая произошла небольшая микротравма. И он из-за того, что не мог полноценно готовиться, попросил перенести этот бой. Этот бой состоится 20 марта в Казани. Вот следующий 18-й турнир наш пройдет в Казани. И будет главным боем вечером. То есть Рунал в октагон выйдет? Однозначно, да. Александру мы желаем восстановиться. Ну, а Адаму Керишу, я думаю, что дадим еще немного времени, чтобы подготовиться к этому поединку более основательно, тщательно. Потому что Александр, это не просто чемпион, а чемпион, который провел уже защиту, одну защиту. И все его там поединки такие были тяжелые, все были пятираундовые. И могу ошибаться, он по версии Fight Matrix находится там 49-м тяжеловесом в мире. Александр Евгеньевич, вы в Барнауле уже не первый раз. Пока ехали сюда, да, к счастью. Успели уже посмотреть город, что изменилось с вашего последнего приезда? Город не успел посмотреть, но мне радостно то, что город залит солнцем. И я очень люблю сибирские морозы. Потому что я питерец, и мороз даже в 5-7 градусов с ветром балтийским, он продирает до костей. А здесь я спокойно выхожу с непокрытой головой и не ощущаю этого мороза. В мире единоборств вы кого-то поддерживаете? Есть у вас какой-то свой личный фаворит? Или все же работа и только работа? Вы знаете, да, столько за это время, вот 22-й год я на этой стезе. И столько бойцов прошло на моих глазах, что, в общем-то, конкретного какого-то любимчика у меня нет. Конечно, я горд за российский спорт и всегда счастлив был представлять Федора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова на его первых турнирах еще здесь у нас в России. И я, конечно, очень радуюсь и радуюсь за развитие нашего отечественного спорта, который выходит на международные арены и доказывает там, что российские бойцы действительно в топе. Возможно, сложный для вас вопрос. За 22 года у вас было очень много поединков, которые вы озвучивали. Есть какой-то самый любимый, может быть, самый тот, который запал вам в душу? Ну, на самом деле, было несколько знаковых вот таких событий, турниров. Я даже один не могу выделить. И почему-то они все пришлись на период 2007-2008 годов. Такие значимые были турниры и по смешанным боям у нас в Питере это Бодок Файт вместе с М1 Глобал проводил турнир весной 2007 года, где, кстати, Федор Емельяненко появился на российской территории в качестве звезды, став суперзвездой в Японии, в Прайде. Он вот появился на этом совместном турнире. И на этом турнире присутствовали официальные лица. Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Жан-Клод Ван Дам тогда приехал впервые в Россию со своей дочкой Бьянкой. И вот этот турнир на меня провел огромное, произвел впечатление. И 2008 год, это бокс, это впервые на Красной площади в Москве состоялось вот такое событие. До этого ничего подобного не было вообще ни в одном городе вообще мира, чтобы на центральной площади столицы устанавливался ринг. И вот при огромном стечении народа проходил вот этот турнир. Звезды ринга на Красной площади он находился. Вот это у меня очень запомнилось, вот эти события. Александр Евгеньевич, главный бой вечера завтра это Царев-Ивашкин. Что нам ждать от этого поединка? Ребята, скажем, сибиряки оба. У обоих будет такая достаточно большая, я думаю, фанатская база, которая будет присутствовать, болеть. Ивашкин вышел на коротком уведомлении. Изначально Михаил Царев должен был драться за пояс чемпиона. Нурсултан Рузибоев получил травму, снялся с этого боя. И, соответственно, лига и матчмейкер лиги приняли решение по поводу подбора другого оппонента. И Ивашкин отдать ему должное, он согласился сразу. Это достаточно такой, с одной стороны, возрастной, но с другой стороны, очень опытный парень. И вот когда мы обсуждали его кандидатуру, Шараф он дал отмуродом. Я его набрал. Я говорю, Шараф, а как ты смотришь на него? Он говорит, ты знаешь, он меня даже выигрывал по любителям. Это хороший, крепкий парень. И я считаю, что он зажгет Титов арену своим ярким выступлением. Поэтому мы посоветовались, приняли решение и дали ему возможность выступить. Я ему очень благодарен. Такой хороший парень, целеустремленный, крепкий, вошел в весовую категорию. Я думаю, что будет очень интересное противостояние. Ну и Михаил Царев, мы очень рады, что мы его подписали в организацию. И в случае удачного исхода поединка с Ивашкиным, он будет следующим претендентом на пояс лиги. Будем ждать шикарных боев. На этом наше время, к огромному сожалению, подходит к концу. Увидимся завтра, 5 февраля, на международном турнире OpenFC.